Сама учеба меня не напрягала. С моей-то совершенной памятью шли общеобразовательные уроки по магии. Как известно, только на третьем курсе начнется то направление, по которому мы числимся. Я, как и желал, поступил на рунный факультет. Меня, естественно, не устроило, что до нормальных уроков ждать два года. И я решил поискать репетитора, чтобы разобраться с рунами. Причем репетитора, который как-то связан с порталами. Не сразу, но я нашел такого. Мастер Базей в прошлом, лет сто назад, был деканом рунного факультета академии. Но уже лет пятьдесят, как он отошел от всех дел, даже учеников не брал. Тот стал чудить с возрастом. Кому охота учиться у спятившего мага? Мало желающих. Да совсем не было, если честно. А вот я желал, и к причудам его привык. А куда деваться? Правда, запросил тот немало. Очень дорого. Но деньги у меня были, и я не пожалел, что обратился именно к мастеру Базею. Тот, обрадованный, что у него появился ученик, старик скучал, организовал в своем особняке учебный класс, а в подвале аудиторию для практики. И даже разработал план учебы, определяясь по тому, что меня научили за три месяца учебы в академии. Нашел я старика не сразу. Успел три месяца проучиться в академии. Вот с тех пор времени и не осталось. Пришлось прекратить свои вояжи по водам озера. Кстати, когда я ему все описал, все свои приключения, официальную версию, конечно же, тот заволновался и попросил показать Эфес той шпаги, что я нашел возле тела мага-портальщика. Он его узнал. Более того, сам подарил эту шпагу. Это был мастер Гой, ученик мастера Базея. И пояс узнал, и сумку мага. Он же ее и открыл. То, что тут существовали безразмерные сумки, очень сложные в изготовлении, я был в курсе. Но к моему разочарованию эта сумка была обычной. Лишь плетение, сохранение и снижение веса. Находки в сумке, конечно же, были интересные. И они остались у меня. А вот Эфес я передал мастеру Базею на память. Между прочим, лет семь назад этот мастер Гой его навещал. С тех пор тот ничего не слышал о своем ученике. Видимо, где-то в этот период тот и погиб. Схему рун-портала я мастеру тоже показал. И тот жуть как заинтересовался. Сказал, что ничего подобного не видел. Новое в портальной магии. Обещал сделать расчеты, чтобы понять, как тот работает. Похоже, Гой совсем близко приблизился к уровню магов-портальщиков прошлого. Да не успел закончить изыскание. Погиб. У мастера Базея был лучший друг. Мастер Натан. В прошлом декан факультета артефакторики. Тот в течение недели покрутился с нами на уроках, не выдержал и предложил мне свои услуги по обучению. Причем запросил не сильно меньше, чем мастер Базей. Они быстро переписали расписание моего обучения и вечерами, после возвращения домой, я до поздней ночи занимался почетным дням с одним мастером, по нечетным с другим. Они даже мои выходные поделили. До обеда мастер Натан, после обеда мастер Базей. Вот так и прошли для меня эти полгода в плотной учебе. Думаю, когда я закончу оба общеобразовательных года, то смогу сдать экзамены экстерном и сразу перейти на четвертый курс, а может даже и пятый. Редкая практика, но такое бывало, потому как оба декана давали мне все согласно учебным программам Академии. Даже полные программы многому в Академии не учили, те еще давали некоторые свои наработки. Правда, мастер Натан чудил даже еще больше мастера Базея, но и к этому я уже привык. Самообучение у стариков не сильно опережало обучение в Академии. Просто они мне его давали более расширенным. И по двум специализациям. Рунной магии и артефакторики. Если на первом курсе рунный алфавит учили простейший, а их было четыре по количеству курсов по специализации, с каждым разом в алфавите добавлялось по несколько десятков рун, то со стариками я пока учил второй. Для третьего и четвертого мне было пока рано с их слов. Возражать не буду, и сам видел, что рано. Вон даже пока не начинал работу по совмещению двух разных направлений магии – драконьей и местной. Хотя какие-то успехи в этом есть, если вспомнить универсалов. Теперь по самому обучению. Давалось оно мне легко. Я в своей группе из тридцати четырех студентов разных рас всегда был лучшим учеником с лучшими баллами. Спасибо методикам запоминания драконов, коим у меня обучил Яша. Особо с одногруппниками близко я не сошелся. Да и времени не было на это. Поэтому так и оставался Бирюком, без друзей и подруг. Хотя у нас в группе даже парочки образовались. Вон вампирша Анаша крутила любовь с орком Ганом из ханства. Это если учесть, что обе эти расы терпеть друг друга не могли. Не то, что необычно. Невозможно. Но все благодаря Анаше. Ох и ветреная девушка со всеми переспать успела даже со мной. И вот решила попробовать, что это такое с орком. А так неплохая студентка. В десятке лучших. Но, как я говорил, очень ветреная. У вампиров это вообще редкость. Всегда холодные и надменные, как эльфы. У нас эльфов не было, но в других группах они имелись. У нас в группе вообще в основном одни люди были. Всего четверо представителей других рас. А это Анаша и Ган, про которых я уже говорил. Потом Гоблинша Салайма. И гном Боровик. Но он просил звать его просто Бор. Вот так мы и учились. Отстававших не было. И вся наша группа перешла на второй курс. Вот сегодня только бал был. Зря, что ли, я в своем лучшем костюме сидел и в новенькой студенческой сутане. Неделя каникул и должна была начаться практика. Первые и вторые курсы отправляли куда-то поблизости. Тут, на острове или на побережье вокруг озера. Помощниками магов и все такое. Но раз я вошел в пятерку лучших первого курса по всем факультетам, то мне предоставлялось право выбора. Только вот, похоже, ничего не получится. И все право выбора артефакта академии. Думаю, стоит коснуться, наконец, и этой темы. А то мы уже почти приехали. С чего бы начать? На уроках истории и магии этому было посвящено немало времени. Так что есть что рассказать. Раньше наша академия располагалась на другом континенте. Но она была так разрушена после окончания драконьих войн, что ее решили не восстанавливать на прежнем месте. Тогда все на планете лежало в руинах. Выжившим и победившим жителям Оклайна пришлось немало поработать, чтобы очистить земли как от руин, так и от обломков артефактов драконов. Я это об их кораблях и другой боевой технике. Не один век старались, но справились. Но вернемся к академии. Лет через сто, после окончания войн, ее перенесли вместе с остатками библиотеки на остров, который и стал называться академией. Перенесли не только большую часть учебного материала, но и сердце академии. Большой артефакт. Именно на нем защита стен, защита аудитории для практических занятий и многое другое. Практически артефакт был полуразумным. Внутри находился дух какого-то давно умершего мага. Но у Клайни, до драконьих войн, было три академии. Но артефакт уцелел только у одной. Остальные были сметены с поверхности планеты орбитальными бомбардировками. Нет артефакта – нет академии. Да, не важно, а важно то, что артефакт академии неотрывно связан с порталом, уцелевшим и, главное, рабочим порталом. В давние времена среди студентов академии существовало такое правило. Испытания. Только участвовали в этом все студенты, что выпускались, закончив обучение. Это было что-то вроде посвящения в маги. Обычная традиция. И желающие могли от нее отказаться. При переходе блокировались способности к магии. И доучившиеся студенты-выпускники, которые уже осознали себя магами, должны были неделю прожить в неизвестном мире, как обычные люди, чтобы снова прочувствовать ту разницу, ту пропасть, что лежит между ними и обычными людьми. Хорошая традиция. Мне она тогда понравилась. Не сейчас. Портал срабатывал произвольно на какой-нибудь мир. И студенты жили там неделю. Не вместе, поодиночке, их высаживали, потом забирали. Где на тот момент находились выпускники, неважно. В их аурах была метка портала. И их автоматически приносила обратно на Оклайн после испытания. Смертность была, но мизерная. Тут как повезет. После бомбардировок с управляющим артефактом Академии что-то случилось. А без него нельзя. Иначе лишимся последней Академии на Оклайне. Много учебного материала было в памяти артефакта, чтобы от него отказываться. В общем, с артефактом произошли изменения. И попытки перенастроить ни к чему не привели, только хуже сделали. Теперь испытание проходил только один студент из старшекурсников. Редко, когда выбор падал на кого-то из других курсов. Как это произошло со мной. Смертность большая. И мир всегда один. Никакого произвольного поиска. Разве что точки выхода всегда разные. И не угадаешь, где окажешься. Высадка бывает на тропическом острове, в тундре или в степи. Обычно всегда подальше от местных жителей и их поселений. А мир был заселен. Но ведь надо добывать пищу, охотиться, выживать, потому что жить в том мире придется два месяца. Не неделю, как это было раньше, а именно два месяца. Так как мир заселен, то некоторым студентам удавалось пообщаться с аборигенами. Выживали немногие, но они принесли ту информацию, что поможет выжить. Даже памятку для выживания написали. Ее изучили еще на первых уроках, посвященных этой теме. В общем, мир назывался Аргон, переводится как воинствующий. Мир людской, других раз там нет. И там также была драконья война. Только вот после ее окончания магия там оказалась запрещена религиозными фанатиками, взявшими власть на планете. И теперь там был культ этого башка. В общем, магия там не в почете, как на Уклайне драконы. В памятке так и указано. Ни в коем случае при аборигенах не сообщать, что вы одаренные. Иначе на костре сожгут. Ну и много подобных советов. Проблема не в этом. В принципе, выжить возможно. Проблема в том, что этот портал пропускал только живую материю. Даже одежду с собой взять нельзя. И фактически выбранный студент оказывался в чужом опасном мире один на один с ним. Все бы ничего. Но пытая других выбранных, что попадали на аргон, аборигены узнали, что срабатывает портал раз в год в определенный день. А в их мире появляется такой одаренный. И с этого дня начинается большая охота. Солидная премия за обнаружение такого гостя. А что, увидел голого парня или девушку, бывало и других раз, и хватай, точно премию получишь. Схватить было можно, аборигены аргона в курсе, что у гостей нет возможности применить магию. Ату их. Конечно, за столько веков аборигены саргона давно сформировали охотничью сеть. И в определенный день на всех возвышенностях появлялись наблюдатели с оптикой, что и высматривали гостей. Поэтому, как повезет. Если в лесном массиве выкинет, есть шанс выжить. Но если на открытой местности, загонят и на костер. Правда, все же многие и возвращались с испытания, если умели хорошо прятаться. Ха! Это мы еще посмотрим, кто кого. Как раз меня особо это испытание не пугало, как других, додрожив коленях. Меня больше волновала моя неудавшаяся практика. Ведь как? Я вернусь как раз к началу уроков следующего учебного года. В общем, это лето в пролете. Ладно, подождем следующего. Отказываться от выбора я и не думал. Не дадут, остров перекрыт на всякий случай. Не сбегу. Было несколько таких случаев. Если выбранный отказывался, то портал срабатывал в тот день, и все, кто находился на территории Академии, могли оказаться на Аргоне. Если всех выведут с территории, то в следующий день артефакт ждать умел. Точнее, не всех отправят, а любых из тех, кто в этот день там был в количестве десяти человек. Возвращались обычно один, редко двое. Вот тогдашний ректор и постановил, лучше потерять одного в год, чем десять. Поэтому с тех пор всегда выбранные добровольно уходили на Аргон. Естественно, не просто так за спасибо. Разные блага и все такое в обязательном порядке, если вернуться. Например, я получу на одну ступень выше титул шевалье, что всегда дают при окончании академии тем, кто был из простых недворян. Я стану бароном. Премия денежная, пятьдесят золотых монет, тоже неплохо, хотя для меня и неактуально. Ну и выбор места отработки десяти лет. В моем случае года. На территории королевства отработка. Меня все устраивало. Я действительно собирался пройти это испытание, как его тут называли. Ворота распахнулись, и мы въехали на территорию роскошной усадьбы мастера Базея. Она находилась на берегу с прекрасным видом на озеро. У усадьбы даже был свой пирс, где стояла яхта хозяина. Прислуга уже встречали нас, так что, покинув коляску, пришлось помочь магам. Они не были такими подвижными, как я. И мы прошли в обеденный зал. Праздничный ужин, посвященный окончанию моего благополучного окончания первого курса, проходил в траурной атмосфере. Наконец, старички закончили что-то обсуждать, и мастер Базей сказал, Корней, завтра у тебя самый важный день в жизни. Ты перейдешь через портал в новый и очень опасный мир. Не первый, напомню, прервал я старика. Не нужно разводить такую трагедию. Я переживаю не о том, что выбор пал на меня, а о том, что не побываю у портала, через который попал на Оклайн. Как раз особых проблем с двумя месяцами пребывания на Аргоне я не вижу. Я же рассказывал, как с дедом жил на земле. Для меня любая местность привычна, и я знаю, как там выжить. Не думаю, что-то новое увижу на Аргоне. Конечно, помню я, как ты в первый раз единорога увидел. Столько восторга и прыжков вокруг этого зверя было, сахихикал мастер Натан. Да, было такое дело, произвел на меня впечатление единорог. Я действительно в восторге от него был. Однако успокоить обоих стариков я сумел. Те, видя, что насчет испытания я нисколько не переживаю, уже заговорили спокойно. Давай я тебе расскажу, что было со мной во время испытания, сказал мастер Базей. Вот это для меня было новостью. Ни один из старичков ни разу не обмолвился, что мастер Базей тоже проходил это испытание. Рассказ его длился почти полтора часа и был прерван лишь появлением ректора Академии. Тот почти все рассказал, что с ним было, поэтому я, раскланившись с ректором и своими учителями, он тут был частым гостем. Я покинул особняк и на коляске мастера Базея покатил к себе. Эту ночь я хотел провести в своем доме. Завтра в обед портал сработает и отправит меня на Аргон. Пока соберу мысли в кучу и прикину, что у меня есть. Опыт выживания в любой местности это да, это есть. Боевые навыки тоже имеются, плюс еще некоторые приобрел здесь. Точнее, все еще в процессе приобретения. Точнее, Продолжение следует...